Сегодня повсюду говорят о цифровизации в самых разных областях. Образование не исключение. Благодаря цифровой среде уже созданы электронные учебники. Их активно используют в казахстанских школах. Некоторые частные школы в нашей стране пошли дальше. Они разработали собственные образовательные платформы. Да что там. Сейчас знания можно получить дистанционно, находясь в любой точке планеты. Удаленное образование уже прочно вошло в нашу жизнь. И министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал о разрабатываемом плане по переходу учеников в онлайн. К чему приведет цифровизация образования и сделает ли она его более адаптированным для целевой аудитории. Сегодня в программе Digital KZ. Образовательное пространство интенсивно растет и расширяется за счет развития цифровой среды. Создаются электронные учебники, появляются и развиваются. Образовательные платформы, количество массовых открытых онлайн-курсов измеряется пока десятками. Дистанционное образование планомерно входит в нашу жизнь. У нас школа утвердила программу Cogniti. Это, по-моему, шведская система электронных учебников, которые доступны на всех компьютерах, на всех айпадах, на всех мобильных девайсах. Сейчас эта программа, особенно в научном департаменте, очень активно заменяет нам учебники, домашние задания, любой какой-то материал учебный нам высылают именно на вот этой платформе. Цифровизация имеет огромный потенциал. Она способна полностью изменить методику и каждый этап в процессе обучения. Школьная программа в нашей стране меняется с учетом тенденций. Вводятся электронные учебники, журналы и дневники. Конечная цепь всех задуманных реформ должна привести к тому, чтобы учителям было удобно работать, а детям легко и интересно учиться. Впрочем, цифровая школа потребует прежде всего содержательных изменений во всех предметных сферах и образовательных стандартах. Появились новые предметы в более чем трех тысячах школ и дворцах школьников введен элективный курс по робототехнике. Мы в рамках обновления содержания образования планируем пересмотреть учебный предмет по начальной военной подготовке. В 10-11 классах он будет уже называться начальная военная технологическая подготовка, в рамках которой будет преподаваться робототехника в 11 классе. В наступающем учебном году начнется апробация данного предмета. Сегодня система образования развивается по трем основным направлениям. Цифровизация процесса образования, цифровой образовательный контент, цифровизация управления образованием. В школах внедрены 80 тысяч видеофильмов и интерактивных уроков на трех языках, которые помогают учителю вести урок на более высоком уровне. В этом году доступ к указанным цифровым ресурсам получили более 7 тысяч школ. Но достаточно ли этих усилий? Нынешние школьники уже будут работать в другой экономике, не в той, которую мы имеем сегодня. Будет меньше рутинных процессов, увеличится взаимодействие с технологиями и цифрой. Директора школ это понимают и не хотят отставать. Мы отслеживаем новинки в области цифровизации, стараемся не отставать от них. Одно дело закупить компьютеры и оборудование, но это не сделает процесс цифровизации быстрее. Самое главное научить ребенка иметь компьютерное мышление и пользоваться цифровизацией в образовательных целях. Мы прислушиваемся к тому, что говорит западный мир. И сейчас в процессе разработки мобильного приложения нам помогали британские, австралийские, американские компании. К разработке приложения ежедневных новостей мы работали в сотрудничестве с австралийской фирмой. Впрочем, у медали есть и обратная сторона. Технический прогресс – это улица с двусторонним движением. Он порождает не только огромные возможности, но и риски. Цифровые технологии просто перечеркнут существующие методики обучения. Уже через 7 лет они за ребенка будут решать задачи, подбирать примеры и писать эссе. Школа должна стать вместо центра традиционного рутинного обучения? Местом общения, воспитания, выполнения коллективных проектов. Есть такая форма, они даже рисунки рисуют, затем сканируются, и уже некая цифровка идет. То есть это вот первые стадии у нас такой информатизации в начальном звене. Вот представьте себе, что в первом, во втором классе дети интегрируют физику, астрономию. Какие-то инженерные основы они получают. А вы знаете, что инженерные какие-то технологии внедрить без цифровизации просто невозможны. Ребенок изначально учится быть конкурентоспособным. И знаете, вот эта вот позиция, в принципе, министерства о введении информатики с первого класса, наверное, оправдана. Потому что нам нужны лучшие программы для лучшего образования. Если говорить об оснащении школ, то в настоящее время, по заявлению министра образования и науки, 99% школ уже подключены к интернету. Из них 62% школ подключены к скоростному интернету, не менее 4 мегабит в секунду. Но этой скорости катастрофически недостаточно, признаются учителя для того, чтобы работать в программах и приложениях. Wi-Fi для казахстанских школ пока больше роскошь, чем реальность. Меж тем в школах внедряется интерактивный контент на трех языках через портал Belimland.kz. Это 40 тысяч видеолекций и интерактивных уроков. Там, где нет интернета, контент размещается на серверах самой школы. С городскими школами у нас проблем нет. Практически 100% все школы подключены к интернету. Единственная у нас проблема со скоростью. Особенно в отдаленных населенных пунктах скорость подключения к интернету низкая. Минобразование намерено обеспечить доступ к электронному дневнику даже в самом отдаленном селе. Также в школах страны внедренный электронный классный журнал, он приравнен к бумажной отчетности. Между тем доступ к электронным дневникам кунделек имеется более чем в 4 тысячах школ. В поселке Родина Акмолинской области все дневники 260 учеников и классные журналы переведены в электронную систему. Это дисциплинирует учителей и дает возможность отслеживать в реальном времени, как проходят уроки и какова успеваемость учеников. Ведь за один урок, охваченный опросами, заданиями, тестированием, должны быть две трети школьников. Учителя говорят, что возможности таких электронных помощников безграничны. Хотя, признаются, вначале было нелегко. Очень много преимуществ у данной системы, потому что более 30 видов отчетности мы можем найти. Вот, допустим, в вкладке образования есть такая вкладка, как отчеты успеваемости, посещаемость, статистика оценок, выполнение программ, средний балл по учащимся, по учителям, по предметам, время, которое выдается на выполнение домашнего задания, административные виды отчетности, статистика введения электронного журнала по школе, по классам. Некоторые статистики мы не могли даже... Ну, она могла бы ввестись, допустим, но на это не хватало бы у нас времени. Цифровые технологии многим школьникам пришлись по душе. Это и неудивительно. Современные дети практически с пеленок живут в цифровой среде и комфортно в ней себя ощущают. В одной из школ Астаны ученики 12-го класса приносят личные ноутбуки и мобильные девайсы на уроки. По их словам, такие предметы, как биология или химия, стали проходить намного интереснее. Тем более, если в школах на уроках химии не хватает, к примеру, реактивов, то в режиме онлайн можно провести опыты и выполнить лабораторную работу даже в неоснащенном для этого кабинете. Если надо будет пройти новую тему, нам, опять же, на платформе Когните высылают какую-то главу, и эту главу мы проходим в ходе урока. Потом для закрепления идут два вопроса, которые помогают закрепить материал и перейти на следующую главу. И вот так проходит урок. В конце могут дать либо тест, который состоит из 45 вопросов, или меньше, 45 это максимум. Или дать домашнюю работу, которая может составлять тоже еще одну главу прочитать, или сделать еще один такой же тест. Также используем активно Google. Благодаря цифровизации сегодня каждый может получить доступ к информации, которая ранее была доступна только для экспертов и ученых. Цифровая среда позволит обеспечить индивидуальное обучение, и, возможно, таким образом возрастает шанс на ранних стадиях выявить талантливых детей. И это только один из плюсов в области трансформации образования и школы. Мы пошли немножко дальше, стали использовать мультимедийное оборудование не только на уроках, но и в повседневной жизни при работе с родителями, при работе с детьми во внеурочное время. Ввели такой курс, как робототехника. Это актуально очень. Однако на пути к цифровизации есть серьезные препятствия. Одна из основных помех – недостаточно оснащения компьютерами, ноутбуками и смартфонами учителей и детей. Другим камнем преткновения остается доступ к интернету и охват необходимыми информационными и образовательными ресурсами. Но если министерство справится со всеми поставленными задачами, дальнейшая цифровизация должна обеспечить повышение качества образования и развить навыки применения знаний у школьников в жизни, на что сегодня и делается упор в обновляемой образовательной системе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова